Доброе утро! Всем доброе утро, друзья! Начинаем новый день. Сейчас мы с вами, значит, под одним из последних роликов. Меня просили показать улицу Зелю. Она находится в районе Агинсканского рынка. Если я правильно поняла, то сейчас эта улица переименована. Но мы сейчас с вами туда сходим, и я вам покажу. Потом у меня планы были съездить в Икеа. Либо, возможно, в Касси-Нюкай. Ну, в общем, сначала мы с вами пойдем посмотрим эту улицу. Я, знаете, вот сейчас здесь иду. Я ведь в этом районе жила, начиная с 91-го года, когда вышла замуж во второй раз. И переехала в этот район. Я помню то время, когда на Авроре, Аврора – это производство колготок, носков. В общем, большое производство было. Вовсе Латвию, как бы на всю Латвию изготавливали. Так вот им в 90-е годы зарплату платили носками и колготками. Представляете, вот я вообще, знаете, не люблю вспоминать это время. Очень не люблю. Да было такое тяжелое время, 90-е. Просто очень тяжелое. А сейчас, видите, тут построены новостройки, живут люди. И никому нет дела, что здесь было когда-то что-то еще было. Вот там поликлиника, по-моему, 11-я, если я правильно помню. Дома. Ну и пойдемте на эту улицу. Улица Маза-Нометня. Я вообще, если честно, не люблю вспоминать 90-е года, потому что это было очень тяжело. Жили мы очень тяжело. Так, мы с вами свернули на Эдуарда Смельге. Маленькая улочка. Каштаны цветут уже. Ну и, в принципе, мы уже подходим к улице Зелю. Маленькая улочка. Мы пришли, друзья, на улицу Зелю. Она не переименована, а также называется, как и была. Вот я просто стою вам, показываю это здание. Возможно, это была школа, бывшая школа милиции. А, возможно, вот там. Точно я не знаю, поэтому я вам покажу. Возможно, вот там. Мне кажется, что вот именно там была школа милиции. Сейчас я до туда дойду и вам покажу. Дошла до конца. Возможно, это было вот эти здания. Я не уверена. Не знаю. Большой красивый парк. Там идет общественный транспорт. Вот такое место. Мы с вами сейчас дойдем до Агинсканского рынка по этой улице. Возможно, тоже это будет интересно. Сейчас здесь физикас, он математискас, факултаты. Но вот мне все-таки кажется, что школа милиции или академия милицейская это было вот в этом здании, в этих зданиях, потому что их там несколько. Но я никогда не была там на территории. Мне кажется, какое-то время там был цирк, цирковая студия, пока цирк наш Рижский был на ремонте. Не могу точно утверждать. Когда я вышла замуж сюда, в этот район, в 90-м, по-моему, году или 91-м, то сыну Жене было 8 лет. И во второй класс он пошел вот в эту школу. Тогда это была Рижская 26-я школа. Это очень красивое здание. Оно немножко было по-другому как-то. Это потом уже его перекрасили. И проучился он в этой школе, по-моему, год. Может быть, два. Ну, я не берусь так 100% утверждать. И потом эту школу... Ну, чтобы помягче, знаете, так сказать, выселили. Выселили эту школу из этого здания. А так оно, конечно, очень красивое. Улица очень красивая. Здесь много старых домов деревянных. Ну, и вот там впереди уже Агинсканский рынок. Когда я здесь жила, в семье, то вот здесь была почта. Сейчас здесь находится Дэйю-студия, танцевальная студия. Здесь был магазин. Магазин на Зелю-3. Магазин цветочный. Вот там было в помещении Second Hand. Один, возможно, из первых в городе Риге. Даже, мне кажется, Хумана еще не было. Был Second Hand. И вот там дальше, где Фриза Тава парикмахерская, там так и было. Здесь поменялось, здесь было по-другому. Ну, и вот здание Агинсканского рынка. Я приехала, друзья, в город. И у меня, как всегда, знаете, планы резко поменялись. Я уже третий день снимаю ролик Street Style, Рига. Ну, это мои регулярные ролики, выходящие иногда просто с музыкой. И на Домской площади я решила показать очень красивое здание внутри Режской биржи. Тут смотрю, здесь постоянная же экспозиция. Я подумала, ну, почему не сходить, вам не показать и самой не посмотреть. Сейчас, значит, билет стоит 6 евро. Это сюда, на третий, четвертый этаж, на постоянную экспозицию. И также мы потом с вами пойдем вот сюда. Здесь латвийские художники 20 века из запасников Реттума Банка. Еще мы пойдемте посмотрим. Сразу на входе посмотрите, друзья, мрамор и малахит. Насколько красиво, да, руками не трогать. Чареват, да, ну, посмотрите. Сейчас я приближу, посмотрите. Здесь латвийские художники 20 века из запасников Реттума Банка. Вы только посмотрите, какая великолепная вышивка. Какой это труд? Это японский фарфор, 18 век. 19 век, простите. А здесь, друзья, египетский зал. Хочу вам сказать, что жидковатое место, если честно. Маленькое совсем помещение такое, жидковатое. Смотрите, какое произведение искусство. Само по себе вы видите в дереве, да, насколько все вырезано из дерева. И тут внутри тоже полочки идут. И все, насколько вырезано. Чудесно. Просто произведение искусства. Продолжение следует... Как правило. Субтитры создавал DimaTorzok Я надеюсь, что вам видна эта люстра. Вы только посмотрите. Даже не знаю, как вам получше показать. Это произведение искусства. А столик? Вы видите, какой столик? Это тоже Мэйсон. Я в восторге. Я, конечно, не любитель такого вообще. Но насколько все красиво. И это тоже Мэйсон. Мэйсон Серебряные изделия Окна, люстры, потолки. Очень красиво. Лепнина. Смотрите, насколько это великолепно. И это вам, знаете, как в дополнении и в продолжении. Чудесно. Германия, восемнадцатый, девятнадцатый век. Австрия, Вена, девятнадцатый век. Англия, девятнадцатый век. Как она отличается, да, от Германии. Той же, посмотрите. Тут в основном идет роспись. Очень красиво. Очень красиво. Очень красиво. И опять все в мрачных тонах. Вот посмотрите, все картины, все на темном фоне. Почему? Уже который раз и в Петербурге, и где-то еще я показывала вам и говорила. И в Лувре, в котором я потеряла этот сюжет, я показывала вам картины и говорила. Но почему все настолько на темном фоне? Вы видите? Практически на черном фоне. Почему? Все картины. Насколько мрачно. Даже портрет и то на темном фоне. Почему? Для меня это, друзья, загадка, если честно. Вот посмотрите, почему? Вот почему опять? Или на темном фоне более можно прорисовать черты лица? Конечно, на мой взгляд, фантастично. Вы посмотрите, насколько прорисованы все детали лица. Вы видите? Возможно, на темном фоне лучше было, ну, как сказать. Вот, ой, даже, вы видите глаза? Вот даже в глазу немножко как слезы, не слезы. Ну, вот это, конечно, фантастика. Возможно, на светлом фоне не было бы так ярко впечатление от прорисованности вот этого лица и морщины. Я все хожу-хожу и возвращаюсь к этой картине. Насколько реалистично нарисовано женское лицо. И вот даже, смотрите, тоже природа. И вроде бы рисуют яркий день, солнечный день. И все равно какие-то темные-темные оттенки. Я не знаю, друзья, для меня это загадка. Смотрите, какая здесь лепнина. Вы видите, да? А окна? Мрамор. Просто восторг. Насколько красиво внутри это здание. И вот здесь в отдельном помещении картины латвийских наших мастеров-художников из запасников Ретому банка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сажарка Просто замечательно Попить такой коктейльчик Добавил субтитры